Сразу хочу сказать, корни у меня окрасились очень хорошо, но, но, рожжина моя никуда не делась. Падла осталась у меня, все равно на кончиках и как бы, вот видите, на длине волос она у меня осталась, зараза. Я когда ходила последний раз подстригаться к мастеру, я спрашивала у нее, как мне от нее избавиться. Он говорит, ну ее в принципе только состригать, она очень тяжело закрашивается, а в иных случаях может и не закраситься. Ну вот она, смотрите, видите, никуда она не ушла, паразитка. В общем, не знаю. У меня сейчас еще один этап краски предстоит перенести, вот. А вот это вот, вот это вот основное, видите, вот рыжий цвет, он у меня, собака такая, держится. Вот, видите. Ну что, ну что с ним делать? Обрезать не хочу. У меня такая задумка, я хочу просто, вот здесь вот буду все состригать всегда, как обычно, вот это все. А вот этот у меня будет отращиваться такой хороший хвостик, чтобы я могла и убрать, заколоть, а может быть какую-нибудь там сделать красивую такую, эту, какую-нибудь японскую хвостульку. Посмотрим, что получится. Ну, во всяком случае, хуже не получится. Голова просто будет посвежее, и мы будем покрасивее. Все равно потом уложимся, высушим, уложимся, и думаю, будет. Ладно, пойдем крем-краску готовить. Пока у меня будут волосы краситься, я на лицо нанесу порошок один, крем-краску, из компании Бьюти, бьюти-порошки, которые я покупала, вам показывала, порошки, которые камни удаляют, отбеливают. Так что я сейчас из той серии, мне дали там пробную масочку, я попробую нанести на лицо. Потом посмотрим, как будет. И да, мне кажется, будет хорошо. Посмотрим. Итак, уже у меня сейчас нанесена основная краска, крем-краска под названием Капус. Здесь два вида краски, они у меня смешаны в одну, и у меня теперь, вот, основная краска у меня нанесена на мою красивую голову. Но, как я говорила, пока у меня есть время, я сейчас буду 35 минут держать эту краску, я хочу сделать маску на лицо, на лицо из Бьюти, вот такого порошка. Вот такой порошок, я уже говорила, мне дали вот такой пробничек, он рассчитан на три разика, три раза я могу сделать масочку. У меня есть вот такой вот мерный стаканчик, буквально там немножечко я его сейчас насыплю и разбавлю водой. И больше ничего не надо, и эту маску можно наносить на лицо. Вот эту масочку мы наносим на лицо. В ней очень много элементов, микро и макро элементов. И основная вот ее вот эта вот серость, это вулканическая порода. Там много-много написано составляющих. Вот я сейчас ее нанесла, и такое, знаете, как приятное такое легкое пощипывание. На лице. Вот видите, она прямо как глиной такой. Ну попробую. Вообще у меня очень много кофе, вот этих вот кофейных остатков после кофе. Я с работы приносила, мне давали, там после кофе машины. Вот надо делать, кстати, эти кофейные маски. Я вот в следующий раз буду кофейную маску делать. Я раньше часто делала. Так. Нанесла я эту маску. Видите, все делаю. И волосы крашу, какая краска у меня, красивый цвет волос будет. И волосы крашу, и маску на лицо делаю, и есть хочу. Надо кофе сделать, попить кофейку с каким-нибудь бутербродиком. Уже время 6 часов вечера. Надо быстрее поесть. Чтобы потом не наедаться. Потом яблочко можно съесть. У меня яблоки есть. Так. Вот я сегодня такая. В принципе, ее как будто даже не видно. Но по лицу чувствуется прямо как крупинки, песчинки. Как песочек такой. В общем, эту маску я буду держать минут 10. Минут 10 я ее держать буду. Потом я ее смою. Ладно, ждем, пока краска у меня окрасится. Потом я помою голову. Я ее высушу, уложу и вам покажу, что получилось. Ладно. До связи. Так, ладно, до связи. А теперь я вам хочу показать, чтобы вы посмотрели. Это маска. Она стала высыхать. Посмотрите, что стало с моим лицом. Лицо как-то стало стягиваться. Она мне еще и говорила. Женщина, которая торгует этой косметикой. Она сказала, что при нанесении этой маски, она когда будет высыхать, она будет стягивать вашу кожу, собирать всякие там... Ну, короче, вычищение идет. И кожа будет собираться, складываться как-то там, не знаю, стягиваться. Мне сейчас даже тяжело говорить, потому что у меня все стянуто. Вот просто стянуто. Я сама не ожидала. И когда ее на лицо наносила, мне казалось, она какая-то прозрачная, бесцветная. Буквально через минуту-две у меня вообще все стянулось. Смотрите, я как этот... Нет, как эти, знаете... Как эти клоуны, да, вот раньше вот сейчас вот подкрасить, вот яркие губы сделать, да, там какие-то глаза. Там, ну, клоунская такая. Вот, смотрите, как необычно прям. Я сама даже себя... Я сама даже испугалась, что... Думаю, бошечки, что происходит. Ну, вот так вот она действует, вот. Она прямо у меня уже все панцирем, у меня лицо панцирем стало. Вообще, маска такая вообще. Мне как-то даже щелкает. Вот, смотрите, что происходит с этой маской, с этим лицом. Вообще, лицо неузнаваемое. Я ли это, друзья мои? Я ли это? Но все равно. Маска, она и есть маска. Маска, она и в Африке маска. Посмотрим, что получится дальше. Ну вот, я вам показала, какая я красивая в маске вулканической. Сейчас я ее смываю. Диск вот такой вот серенький, видите? Крупинки на лице остаются все равно. То есть надо будет... Надо будет еще просто снуть водой. Лицо такое приятное ощущение. Такое, знаете, немножко даже стягивающее. Ну, приятно. Завтра на работу. Выходные так быстро пролетели. Вообще. А я жду весну. У меня же ролики. У нас с мужем появились ролики. Как только снег растает... И я буду кататься. Еще та спортсменка. Так, ладно. Я сняла эту маску. Сейчас я обмоюсь еще водой. И сразу помою голову. Потому что время краски у меня уже вышло. Итак, помыла я голову. Волосы еще сырые. Но кое-где рыжина осталась. Я прямо ее чувствую. Смыла я вот эту вот маску вулканическую. У меня есть вот такой вот крем Алоэ Вера. Очень хороший, увлажняющий для лица. У меня уже его не так много осталось. Но я вот сейчас после вот этой вот маски, которая немножечко так у меня стягивала лицо, я нанесу вот этот крем. Крем Алоэ Вера. Он увлажняющий. И такой... Ой, что волосы. И такой приятный. Прямо лицо такое... Вообще такое ощущение после маски... Да, наверное, после любой маски, кто делает маску для лица, всегда ощущение лица такое, знаете, бархатное лицо такое кажется. Это, наверное, после любой маски. Не только после той, которую я делала. Ничего не могу сказать. Такое, что прямо я сделала маску, кажется, ах, такая прямо это... Ну, хуже не стало. Лицо так освежилось. Лицо такое посвежело, чувствуется, да? Вот. Но я думаю, что если даже я буду каждый раз, там, раз в неделю делать кофейную маску, скраб, мне кажется, я ничего не потеряю. Даже еще и лучше будет, может быть. Прием, прием. Я здесь. Значит так, смотрите. Рассказываю очень быстро. Потом мои там соседки начинают в ванной плескаться, и будет очень шумно, будет очень слышно. Слышимость очень сильная здесь. Вот. Я покрасила волосы. То есть у меня цель была просто закрасить корешки все, потому что у меня здесь были темные корни, полностью проходили. Вот. Я покрасила, обесцветила вот эти вот все корешки, все корни. Ну, соответственно, и вот здесь вот я все обесцветила. И вторым этапом я уже крем-краску наложила сюда, на волосы. Вот. И уже красила основной крем-краской. Краска очень хорошая. Теперь у меня, в принципе, так-то светлые волосы. Вот. Просто высушила. Особо не укладывала, высушила. Но минус какой? Я хотела избавиться от рыжины. У меня при... Косяк был при первой покраске. Я там не додержала в свое время. По времени краску. Смыла раньше. И у меня волосы не до... Как сказать, не досветлились. И получились рыжими. Вот видите, они у меня вот здесь вот. Вот здесь вот они у меня остались рыжие. Я сейчас пыталась еще раз их при обесцвечивании корней захватить, чтобы обесцветить. Но нифига вам, они мне не взялись. Вот. И по ходу, скорее всего, по мере периодической стрижки волос, ну, стрижки вот этой, да, я буду потихоньку, может быть, их срезать, срезать. И они у меня так срежутся, и потом только они у меня, ну, выровняются в один цвет уже, когда я буду обесцвечиваться. А так вот у меня, вот, пожалуйста, краска Капус. Кого интересует такая краска, это профессиональная краска. Вот. Я могу просто порекомендовать вам ее. У меня краска два разных номера. Я их смешала потом в одну. Это я сделала не сама, это мне моя доченька сказала. Номера красок какие купить, как их смешать, сколько граммов и сколько надо по времени. То есть, весь процесс технологии, она мне все рассказала. Вот. А уж красилась я дома. Покраситься как бы можно. Ну, вот так вот у меня получилось. Думаю, неплохо. Думаю, неплохо. Волосы вот эти вот, я вам говорила, что я буду их отращивать. Они у меня будут еще более такие удлиненные. Здесь вот я, вот здесь вот я буду все время пока состригать. Пока мне не надоест эта стрижка, я буду вот так состригать. Может быть, в этот раз не так коротко, как у меня было вот перед Новым годом. Стрихну волосюшки свои. Вот. Завтра уже понедельник. Начинается рабочая неделя. Все идем на работу. Кто остается дома на хозяйстве, занимается хозяйственными делами. Я лично ухожу на всю неделю на работу. Вот. Что хочу вам пожелать? Ой, мне такое лицо прям красиво стало, да? После вот этой вулканической маски. Такой прям розовенькой. Кубки подкрасила. Такая вся. Что хочу пожелать? Хочу вам пожелать всем хорошей, хорошей трудовой недели. Здоровья. Пейте витамины. Сейчас идет грипп. Не болейте гриппом. Берегите себя, своих близких. У кого есть родители, бабушки, дедушки. Позвоните родителям. Мне, кстати, что-то моя дочка не звонит. Надо мне самой позвонить. Что-то мы с ней не как вот в пятницу пообщались. И сегодня воскресенье уже вечер. Она не выходит на связь. Ее так и нет на связи. Мне что-то волнение берут. Надо позвонить. Раз она маме не звонит. Будем расставаться. Всем пока-пока. Пишите мне комментарии. Ставьте дизлайки. Если кому-то это не понравилось, ставьте лайки. А кто впервые зашел, подписывайтесь на канал. Может, такого супер-пупер ничего не будет. Но просто будем болтать, общаться. И нам будет с вами интересно. Все. Всем пока-пока. Увидимся в следующий раз. Пока.